Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Вот мы с вами сейчас разберем письмо, дадим рекомендации. Я обосную, почему такие рекомендации, они иные. И, возможно, если все как-то сложится, и у меня будет желание, и человек, который мне написал, будет достаточно ответственно относиться к моим рекомендациям, и будет хорошая обратная связь, может получиться очень-очень хорошее наглядное такое пособие. Итак, письмо. Уважаемый Петрович, здравствуйте! Посмотрел серию видео на вашем YouTube канале про борьбу с паразитами и голодание Эдуарда. Тут в целом идет, знаете, вот борьба с паразитами, ну, как бы сказать, не столько с паразитами, а вообще в любом случае человек чувствует, что он не живет так, как он хотел бы жить. А паразиты это, так сказать, ну, одна из причин. Поэтому, вообще-то, вот это вот наглядное пособие с Эдуардом получилось довольно-таки хорошее. Вы видели все, вот наглядно. Человек отчитывался, писал, снимал, высылал. Я поэтому, значит, ориентировался и давал дальше советы. То есть, по-настоящему, вот если это врач, он должен быть рядом с вами на период времени, чтобы вы могли восстановиться. А если так, вы пришли к врачу, а он, дорогой, анализы сдал, почитал там, не вникая, а что там, что там, как там с тобой было, вот тебе рецептик, дуй, через полгода придешь. Это, это не то, что сейчас вот современная, так сказать, жизнь нам вот выдает. Это, это не есть работа со страдальцами, то бишь пациентами. Итак, очень сильно впечатлило. И еще бы. Очень важно преподнести материал, чтобы это было. Данное видео победили меня написать письмо, обратиться к вам за советом и помощью по оздоровлению. Хотелось бы получить такие же ощущения и чувства от жизни, о которых в своих письмах сообщает Эдуард. Вот, поэтому, если у нас, так сказать, все это дело сложится, регулярно надо писать, отчитываться. Вот, грубо говоря, ежедневно. Ну, давайте читать дальше. Меня зовут Дмитрий. Значит, мне исполнится скоро 37 лет. Телосложение астеническое, очень худое, рост 85, вес 65 килл, из вредных привычек зависимость от сладости в любой форме, конфеты, булки, печенье, шоколад и так далее. Вот смотрите, вот смотрите. Телосложение, я, так сказать, сразу по ходу действия буду говорить, так сказать, а потом, как бы сказать, еще подведу итог и конкретно скажу, что делать. Значит, телосложение, 185, вес 65, зависимость от сладости в любой форме, это говорит о том, что у человека перевозбужден ветер. То есть имеется сухость и холод в организме, которую через подсознание организм стремится уравновесить употреблением продуктов со сладким вкусом. И причем не просто со сладким вкусом, чтобы это были, знаете, вот такие вот, как бы сказать, тяжелые продукты. Ну, например, конфеты не так, вот булки лучше, ну, булки сладкие, печенье, да. И тут же еще что запивается, чайком и так далее, шоколад и так далее. Значит, где она живет, нам это не надо. Родился недоношенным, семимесячным ребенком, вместе с братом и близнецом, весом 2,1 килограмм. С полутора месяца на раннем искусственном вскармливании. И, как говорится, вот эта вот фраза, как бы, как вы так знаете, сказать мягко, это вот начало сбоя в организме. Желудочно-кишечный тракт должен сформироваться и развиться, естественно, на грудном молоке. Если с полутора месяца вот это вот все, начиная что-то там даваться, то, ну, как бы сказать, человек, конечно, вырастет. В данном случае вырастет, с 37 лет вот будет. Но качество жизни, качество жизни будет, да, кстати, мы сейчас почитаем и узнаем. Качество жизни будет отвратительным. С самого рождения постоянно болел с братом ОРВИ, гриппом, острым и обструктивным бронхитом. Смотрите. ОРВИ, грипп, острый и обструктивный бронхит. То есть это закономерные заболевания, возникающие от искусственного вскармливания. И как правильно, они все связаны с работой легких и носоглотки. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот это искусственное питание не усваивается ребенком, болтается по организму и в виде слизи, в виде слизи, неусвоенной слизи, оно выводится. А у нас выводят слизь, как бы сказать, в основном это легкие носоглотка. Поэтому обилие выделяемое через эти органы слизи и приводит к развитию вот таких вот заболеваний. То есть, знаете, это все закономерно. То есть, если вы хотите избежать вот этого всего, следите за мою мыслью и не допускайте там дальше. В возрасте двух лет уже попал в больницы с острой левосторонней бронхопневмонии. Ну, все это продолжается. Желудочно-кишечный тракт не сформирован. Вот это вот смеси молочные, значит, этого питания несвойственное. Все это выделяется. В конце концов, все это только усугубляется. Усугубляется и от простых ОРВИ там и так далее, ведет к более серьезным заболеваниям. В данном случае бронхопневмонии. В шесть лет поставлен диагноз аденоиды второй степени. Не удаляли. Молодцы. Хорошо. То есть, это уже дальше следствие начинает расти аденоиды, из-за того, что нос заложен, из-за того, что проблемы с дыханием начинаются. Все из-за того, что вот началось в полтора месяца вот это вот искусственное вскармливание. Хронический гастродуоденит. Дисконедия желчеводящих путей. Гастрит. Все. Ну, все. Вот желудочно-кишечный тракт, из-за того, что он не мог войти в силу, а ему давали, давали, давали вот эти вот продукты, естественно, он отреагировал вот этими, вот такими вот сбоями в виде вот этих всех болезней. То есть, всего этого можно было избежать, если бы было нормальное вскармливание. А это, видите, вот это уже, как бы сказать, оставили, как бы сказать, вот эти вот следы на всю оставшуюся жизнь. Дальше. Дальше. 12 лет астматический бронхит. То есть, все это идет, слизь. ВГД какая-то. ВГД не знаю, что такое. 15 лет бронхиальная астма без приступов задыхания. То есть, когда не работает желудочно-кишечный тракт, вот мы думаем, что астма там связана с чем-то там таким, какое-то самостоятельно серьезное заболевание. Я, как светочной народной медицины и здорового образа жизни, должен вам сказать, что астма является, ну, смотри, какая астма. Ну, в данном случае, это следствие того, что неправильная работа желудочно-кишечного тракта не может переварить нормально пищу. Да там надо и поучиться вообще-то есть. Это тоже большая проблема. Научить человека правильно питаться. Так вот, порождает и слизь, которая выводится через легкие и носоглотки. И когда это в течение чего-то уже 15 лет, все это продолжается, естественно, наступают вот такие более серьезные вещи, как бронхиальная астма. Так, пробы давали аллергию на березу, одуванчик, полынь, клевер, костер, лесохвост, гистамин. Мин, шерсть, кошки, перхоть, лошади, домашнюю пыль и так далее. Представляете, перхоть, лошади, ну, ладно. Если человек в сельской местности живет, все это может быть. Но это не то. Это, знаете, когда у вас переполнен организм вот этой слизью, немножечко, знаете, как бы сказать, ложечку сверху только раз, и начинается реакция по астма, реакция по выведению этой лишней слизи. Не на вот это вот, как мы думаем, аллергическая ерунда, а совсем на иное. На то, что внутренняя среда организма переполнена разного рода шлаками. Это мое мнение. Так, в 21 год преследовании на аллерген специфический ОХТЛЖЕ была выявлена положительная реакция на аллерген плесени, грибки кандида и еще тут какие-то. В 16 лет ювенильный и поясничный остеохондроз, сколиоз, который развился до деформирующего спонделеза шейного, грудного, поясничного отдела. Знаете, что тут, вот это вот следствие чего? Чего вот это следствие? Я думаю, что это следствие того, что из-за неправильного вот этого первоначального питания начинает, начинает, и особенно там, если там сладко, вот это человек много есть. Кстати, сладко вроде, как бы сказать, удовлетворяет одно, но сушит организм. Начинаются вот эти вот сколиозы и так далее, так далее. То есть это следствие развития воздействия жизненного принципа ветра на человека. воздействует, воздействует все эти искривления и так далее и тому подобное. Это все в основном связанное с тем. Положительная реакция на аллерген, там, плесень и так далее. Хорошо. Ага. Значит, в 16 лет человек начал гонуться. Так. В детстве лечением занималась мама. Вот теперь мы как раз и подходим к тому. Было много таблеток и уколов, которые выписывали врачи. Ну, вот смотрите, вот врачи в течение 37 лет работали над этим человеком. Вот почему он, в конце концов, обратился именно ко мне? Ну, были же специалисты, да, вот вы так, вдумайтесь, мы так, знаете, сейчас отстраняемся от всего. Вот. Были специалисты, грамотные, обращались, ночи, да, 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 да. А толку ноль. Это говорит о чем? Это говорит о том, что подход несколько иной. Вот что я сейчас буду рассказывать. И тот, что предлагает, значит, вот современная медицина. В течение 37 лет предлагали. Ну, поехали дальше. Так, народные средства были, но основной упор делался на лечение лекарственными средствами. То есть, вот когда идет, а что лекарственные средства, ну, грубо говоря. Вот когда вы запороли свой желудочно-кишечный тракт, его надо восстанавливать совершенно иными средствами. А не лекарствами, пытаясь, знаете, вот как-то там, что-то там, выправить вот эту функцию или еще что-то делать. Или просто устранить боль. Толку-то от всего этого лечения. Заниматься спортом родители не разрешили из-за рекомендации врачей. Знаете, вот и так в школе-институте с братом занимались в группе ЛФК. Ну, хорошо, в группе ЛФК занимались. Вот, все-таки движения должны были быть и, как бы сказать, тут более такие, ну, как бы сказать, больше должно быть движения силового характера, которые бы сформировали и скелет, и которые бы сформировали мышечный корсет. ЛФК все-таки не позволяет вот этого сделать. Это недостаточная нагрузка на организм для того, чтобы сформировать скелет правильно, для того, чтобы сформировать мышечный каркас. Больше, она должна быть гораздо больше. Она должна быть больше направлена, допустим, на силовую работу, чтобы организм развивался. Если бы такой работы нет, а просто лапками подвергали, ну, это не то. Не то. Так, дальше идем. В студенческие воды в основном беспокоила ангина в форме танзелита, которая проходила с высокой температурой и очень сильными болями. Потом стала протекать бестемпературно, с гнойными пробками в лакунах миндалин и сильным воспалением задней и боковой стенок горла. Вот, в 24 года поставлен пролапс метрального клапана, я так скажу, сердца, да? Первая степень, я не сразу попал в больницу с холиосиститом. И так, и так, опять идет все, идет закономерно, знаете, вот, 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 если вот это вот все знать и понимать, ну, как бы сказать, нету шага в сторону. Все делается закономерно. Ангина. После того, что, когда первоначальное питание неправильно и идут вот это орзы, орви, там, заболевания, у нас прежде всего инфекция поселяется в области горла, в области гланд и начинает свою работу по, по, колонизации всего организма. Колонизма, колонизации отсюда идет. Неправильное питание ее падает, это самое. Подкармивают, и она расселяется, она расселяется. Ну, таблетками пытаются что-то там сделать, но образ жизни это дело не позволяет, то есть, сделать. Вот, и, в конце концов, смотрите, вот эти гноеродные инфекции с гномными пробками в лакунах миндаля и сильным воспалением в заднем и так далее. Это, как бы сказать, следствие того, что микробы там ведут такую колоссальную работу по разрушению организма и расселяются. И расселяются по организму. И где они поселяются? И где они поселяются? Со временем, в 24 года поставлен пролапс метрального клапана первой степени, да? Ага. То есть, и к 24 годам они умудряются уже колонизировать сердце и поселяются, знаете, вот, они любят поселяться в таких органах, где больше всего, как бы сказать, питательных материалов, энергии и так далее. Сердце одно из любленных этих самых мест для как раз гноеродной инфекции. И смотрите, как только используются вот эти вот все эти лекарства, вот это еще деформирующие все эти шпанделезы, манделезы и так далее, значит, эта инфекция от антибиотиков, она стремится уйти в такие ткани, где обмен веществ наиболее низок и где антибиотики не доходят. То есть, она туда только ушла в сухожильную ткань, даже в вкусную ткань, в данном случае в ткань клапанов сердца. И там потихонечку развивается и она, как бы сказать, и начинаются деформации разного рода, происходить и со скелетом начинают происходить, и начинают происходить вот с сухожилиями, и начинают происходить в конце концов и с клапанами сердца. То есть, цепочка естественная. Еще раз напоминаю, полтора месяца началось искусственное питание. Один раз попал в больницу с холециститом. Ну и холецистит, воспаление этого самого желчного пузыря, также следствие того, что неправильное пищеварение, что, возможно, вот эта инфекция уже и в желчном пузыре, все это там, она, знаете, делает свое дело. В 2016 году, 31 год после прилета из Турции, переболел пневмонию. Ну, вот эти, вы знаете, легочные заболевания, как идут и идут. И опять-таки, из-за того, что не работают, как надо, желудочно-кишечный тракт. Когда желудочно-кишечный тракт переваривает, все, никаких слизей не образуется. Ну, вот, переболел пневмонией, так, там, как раз в Турцию, значит, голубая шведский стол, все это такое, человек-то, значит, оторвался, покушал и так далее. Вроде все нормально, но тем не менее. Так, дочка инфекции вируса Эпштейна Бара, инфекции вируса. Ладно, ну, мы его и уберем. Весной 2020 года был левосторонний пневмоторекс. Опять-таки, связано с болезнью легких. То есть, легкие-легкие-легкие страдают из-за того, что слизь постоянно выделяется. В больницу не гестапилизирован. Рассосался самостоятельно. Аналогичное заболевание было у брата, дважды лежал в больнице, во время учебы в институте. Ну, видите, у кого как. Значит, что бы, вот, вот, что бы тут мне хотелось бы. Мне бы хотелось, чтоб Дима, допустим, завтра там, послезавтра, чтобы он ежедневно, вот как встал с утра и фотографировал свой язык. Чтоб я смотрел, есть ли на нем слизь, нету на нем слизи. То есть, вот эти вот догадки, которые я сейчас вот говорю, чтоб они были там подкреплены, либо не подкреплены. То есть, как, насколько ослезнен организм. Это, как правило, все проявляется на языке. И утром, после того, как человек проснулся, и утром он идет, и, значит, до того, как он поест. Так. Осень 20-го было подозрение на пневмотурок, сильно неприятные боли в области левого легка. Ну, естественно, все это страдает. На протяжении нескольких месяцев испытывал дискомфорт, диагноз не подтвердился. Предполагаю, что в такой форме перенес ковид. Так как в это время почти все коллеги болели этой инфекцией. Ну, все может быть. У каждого, знаете, вот этот вот вирус, он просто-напросто обнаруживает слабину в организме. Где имеется слабина? Там он в первую очередь и проявляется. В легких, значит, в легких будет. В желудочно-кишечном тракте, значит, там. Так, после этого сбилось дыхание, такое ощущение, что не могу разрешать полной грудью, и не хватает воздуха. Хотя могу быстро ходить, и отдышки не возникают. Раздышаться не могу до сих пор. Ага. Вот тут можно осмотреть и сразу же дать рекомендацию. Рекомендация – это использовать дыхательную гимнастику по бутейкам. Простое упражнение. Что ты по бутейкам? По стрельниковой, извините. Дыхание по стрельниковой. Можно, конечно, было и по бутейкам, но это несколько сложновато. Хотя при желании это все можно освоить. А вот по стрельникам, хотя бы вот это упражнение, делать его раз в пять в день. Минуточек от трех до пяти. Начинать работать. Как раз она позволяет снабжать организм энергией. Дальше, дальше. Несколько лет назад появились проблемы в коленных суставах. По утрам постоянно щелкают, хрустят. Отщелкают, хрустят. Это говорит о том, что сухость и холод в организме. То есть, это говорит о том, что налицо перевозбуждение жизненного принципа ветра. И если, и если там до 30 лет еще это не может быть, то, как правило, когда начинает возраст человека приближаться к сороковничку, и после сорока, жизненный принцип ветра, сухость и холод, они нарастают. Уменьшается жидкость внутри сустава, начинаются вот эти шелкания, хруст, вот, тяжело садиться на голени, там, взимать колени в стороны, возникает тянущая боль, дискомфорт, напряжение. Нету, нету смазки, суставы, суставы черствые, сухожилия сжатые. Вот тут сразу же можно тоже рекомендацию дать, а именно, вот смотрите, это прием лучших всего прогревающих ванн, теплую прогревающую ванну принимаете, и после этого втираете во все тело оливковое масло. Попробуйте. Начните это делать раз в два дня, раз в три дня, но если невозможно, там, допустим, ванны нету, но прогревающий душ должен быть, после которого втирает оливковое масло. И вот это вот сразу же проблема, знаете, начнет уходить. В настоящее время меня часто беспокоит горло, при большом простуде или после нервного напряжения воспаляются лимфоузлы в горле, высыпают пробки, все миндалины рыхлые и воспаленные. Ага. Остановимся на этом, смотрите. Мы сейчас, высыпают пробки, это говорит о том, высыпают гнобные пробки, это же не просто какие-то там пробки, там, из пробкового дерева. Это гноеродная инфекция, которая сразу же начинает развиваться, на нее лимфоциты, и вот это вот, все это образуется. То есть, организм переполнен гноеродной инфекцией. Далее. Лимфоузлы, настолько ее много, что во всем организме, что уже не успевает очищаться лимфа в лимфоузлах. И, естественно, вот этот, как вы сказали, знаете, вспышка вот этого, бактериального вспышка в вашем организме, от простуды, дает нагрузку на лимфу, на лимфатическую систему, она не справляется, и начинает где-то вот здесь, вот допустим, как бы сказать, особый этот очаг, это инфекция, не там уже засела, и начинает побаливать уже лимфоузлы. То есть, закономерно идет все ухудшение, ухудшение и ухудшение. Поэтому тут дается следующая рекомендация. Вот тут-то, вот тут-то даст искеросы, тоди камп, отличная вещь. И в данном случае, в данном случае, что надо делать? Отречка, и вечерком, буквально-таки, пол чайной ложечки, в ротик, и полоскать, 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 хорошенько пополоскать, 2-3 минутки, выпрыгнуть. Можно еще там меньше брать, тоди кампа там, допустим, не пол чайной ложки, допустим, в 1-3 ложку, но вначале надо. То есть, чтобы вот здесь вот пошла работа по устранению вот этой инфекции. Кстати, там есть очень интересный отзыв, комментарий Светланы Николаевны. Добрый день! Хочу рассказать, как моя дочь избавилась от гнойной ангины. Ну, это тот случай с Димой. У нее заболело горло и поднялась температура. Вызвали врача. Он назначил антибиотики и полоскание. Их, как говорится, и от болит. Полностью пропили их, и горло нормализовалось. Проходит 3 недели, и опять болит горло. Опять вызвали врача. Назначили другие антибиотики. Эти все же антибиотики на нашу микрофлору-то действуют. Потом же могут быть осложнения с пищеварением. Так, полностью пропили таблетки. Горло нормализовалось. Проходит несколько недель. И снова красное горло. Кстати, это еще и говорит о том, что человек неправильно питается. Почему он вызывает вот эти вот вещи? Постоянное вызывание болезни. То есть, постоянно ее подпитка. И просчет находится в образе жизни. И, скорее всего, питание. Ну, ладно. Значит, проходит несколько недель. И снова красное горло. На этот раз я даю дочери керосин. Керосин. Полоскать горло. Полоскала она 2-3 раза. Ангина отступила. Прошло уже 2 года. За это время горло не беспокоило. Вот поэтому то я и рекомендую в данном случае вот это средство для того, чтобы вот этот вот очаг, который образовался, и отсюда идет как бы сказать расселение, гнилость на этой гноеродной микрофлоре, что значит на него воздействовать. Помимо прочего, через слизистые будут всасывания керосина, он пойдет по крови и начнет потихонечку делать свою работу нужную, важную. Поэтому вот это вот делать полоскание. Две недели, две недели, как минимум, две недели, утром и вечером. Так. Постоянный синдром хронической усталости, высокоутомляемость, апатия. Позвольте, когда в организме находится инфекция, и организм затрачивает на нее массу своей жизненной энергии, чтобы хоть как-то, хоть как-то ее сдержать, чтобы она там, так сказать, не разрушила организм. Вообще, естественно, сил на все остальное нету. Вот тебе и апатия, и высокоустомляемость, и хроническая усталость, и так далее, и так далее. Как только исчезнет вот эта, знаете, инфекционная нагрузка, которая имеется в организме, так сразу же энергии станет больше. И энергии станет еще больше, когда исчезнет и шлаковая нагрузка. То есть, налицо загрязнение организма, как шлаками от полупереваренной пищи, от вот этой вот слизи, которая слезнила весь организм. И плюс, на которой еще размножается вся эта гноеродная инфекция. И тогда сразу же совсем подруг посмотрите на меня. Я не хочу сказать, что у меня особо гноеродной инфекции какой-то нет и так далее, и так далее. Там всего вполне достаточно. Но я сейчас научился, ее очень хорошо прижал. Я ее прижал чисто энергетически, своими занятиями. Это мощненько. Это несколько иное. А тут, так как человек не понимает, придется понадеяться больше на противопаразитарные средства. И в данном случае от ангины лучшее средство полоскать керозином. Проверенное средство. Только что я привел вам пример. Так, отсутствие полного свободного дыхания. Полное свободное дыхание. Я уже сказал, полное свободное дыхание подстрельника три раза от трех до пяти минут потихонечку увеличивать. Чтоб у вас дыхание подстрельника позволяет нарабатывать энергетику. Оно дает энергетику. Так, и плюс еще вот это все вот. Так, перхоть на голове. Ну, что перхоть на голове? Перхоть на голове. О чем это говорит? Антибиотики принимались? Принимались. Значит, что там? Помимо там бактериальной знаете, там целый конгломерат разного рода микропаразитов. Вот гноеродные инфекции, которые вот это выдает через гланды все это и там уже по сосудам и суставам она там точит человека. Плюс грибковая. Кстати, грибковая тоже может это. Вот это перхоть. Откуда она? Грибок. Ну, мы пока не будем. Суставы. суставы это следствие вот это переизбытка разного рода этой самой грибковой инфекции, слизи в организме. Кстати, 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 вот тут сразу следующая рекомендация. Значит, любыми средствами найдите семена тмина черного или серого. Черный это будет там египетский маленький такие черные. А серые они побольше. Называются они еще и зира. Ну, серый тмин. И вот по полчайной ложечки уточков на торчак до керосина так раз навернули или после керосина пускай. Вот горло пополоскали, с утра там встали и значит полчайной ложки семян тмина и пошли, чтобы они унутрях начали наводить там порядок. Вы там еще не говорите, что может вы там пукаете, что вы за образование. Это вы считаете за мелочи или не надо об этом говорить. А там вот это все бродит и так далее. Чтобы там начала происходить положительная работа. И как начали применять и, грубо говоря, до самого конца жизни. Когда больше, когда меньше. Далее. Часто запоры в виде козьего стула. А вот это смотри. Часто запоры в виде козьего стула. Это я бы сказал несколько неправильно так пишется. Это говорит о насильственном стуле, который возникает из-за сухости и холода в организме в целом и в ампуле прямой кишки. То есть это говорит о наличии перевозбужденного ветра. кстати перевозбужденный ветер это сухость и холод помимо того что организм вот так крутят знаете вот это вот как бы сказать вот эти все кости все наши это вот они они значит создают особенно прямой кишке вот такие вот вещи и поэтому стул получается твердый козий и с трудом выходит и как раз вот та рекомендация которую я дал а именно теплые ванны прогревающие с втиранием в тело оливкового масла как раз начнут решать вот эту проблему плюс вы берете вы струживаете из сливочного масла вот такую вот свечечку и значит в задний проход на ночь только бац что эта свеча делает эта свеча войдя внутрь прямой кишки масло сливочное значит держите выстружили такую свечу и в морозилку положили вот берете она еще твердая только опа ввели она под действием теплоты растапливается обволакивает стеночки прямой кишки убирает вот эту сухость и более менее начинает работать толстый кишечник на опорождение стул становится не сухой легче выходит нету никаких пробок нету там трещин прямой кишки и так далее и так далее и все такого прочего обязательно вот это надо делать это надо делать знаете можно так через день делать вот добились стул нормальный стал кстати вот хотите как бы сказать приятно или неприятно но вот этот стул надо тоже фотографировать и мне высылать что с вас выходит интересовались вообще врачи что с вас выходит или нет таблеточки дали и иди ка отсюда гуляем Ваня надо знать что с вас выходит и как это отрегулировать потому что это есть отражение тех неприятных процессов происходящих в организме которые ведут значит вот ко всем этим вещам и плюс далее и плохой сон часто просыпаюсь ворочаюсь чувствую себя не с выспавшимся и как раз От того, что сухость и холод в организме То есть перевозбужден ветер Возникает и бессонница Человек не может выспаться А так вы только теплая ванна Втерли в тело оливковое масло Расслабились, чтобы у вас все это дело Расслабилось, пропиталось, умасленилось И тогда будет лучше, гораздо лучше Со сном Так, имею небольшой опыт Недлительных сухих и влажных голодовок А вот тут голодовки Недлительных сухих и влажных голодовок Они, знаете, вот Не работают, как человек думает Что вот сейчас с помощью голода там Нет, сухой голод Тем более он еще добавит В этой сухости и холода в организм То есть после этой голодовки Еще хуже будет Может возникнуть какое-то обострение И с суставами и так далее То есть в данном случае это Не подходит При признаках заболевания Стараюсь идти на сухой голод До полного выздоровления Но что касается, знаете Значит, подавления инфекции Там, выздоровления от ангины И так далее Тут сухой голод подойдет Но Он не решает проблемы с тем, что Он не уничтожает инфекцию О которой я говорю Если она здесь у вас инфекция Он ее не уничтожает Она опять там сидит и развивается То есть тут надо нечто другое использовать То есть сначала как бы выровнять организм Чтоб он насытился водой Теплом У него появилась энергия Ушли большинство паразитов И вот после этого После этого Можно кое-что с голодом делать А пока не понимая вот того Что я вам до этого говорил Толк маленький Так, обычно за 2-3 суток сухого голода Простуда, вирус проходили Ну и что? Проходили А потом опять заходили, да? В этом году делал Делал курс залмановых ванн дома В целом понравилось Хорошо А вот знаете, можно было бы сделать Вот этот самый По возможности Вот этот вот Испанский плащ Испанский плащ Это когда Мокрая простыня Холодная Человек оборачивается Потом на него перины И он сначала дрожит Под тяжелыми перинами Потом организм согревается И потом начинается Обильно потайделение Вот это бы Лучшее дело бы А залмановские ванны Ну видите, в целом понравилось А тут бы как раз Вот расшлаковка пошла Через кожу Раз в неделю хожу в баню Ну нормально Около года занимаюсь йогой А что касается йоги Она тут Знаете Можно так сказать Бесполезна Вы делаете какую-то гимнастику Вот как-то То-се-пято-десято Но чтобы она Повлияла Вот так как надо На внутреннюю там Среду организма Боролась с инфекцией И так далее И так далее Но это Те Гимнастические Йоговские Упражнения Там Асаны Которые делают Она не влияет Так как вы думаете Она не влияет Вот в других случаях Она может хорошо работать Но в данном случае Как видите 37 лет А Толку ничего Пробовал чистку Полевой формы жизни Через дыхание По вашей методике После начала практики Почти сразу На вторую минуту Повелся ком в горле Груди Начал задыхаться И дальше делать не могу Боюсь задохнуться Ну вот поэтому-то По этому-то И делайте Дыхание Пострельниковое Пострельниковое Посмотрите А потом Потом уже Можно перейти И к другим вещам Так Работу По пятидневному Графику С июня По сентябрь На протяжении Уже более 10 лет Работу И в выходные Дни Родители Занимаются Фермерским Хозяйством Помогаем Выращивать Убирать урожай Возможно Слишком большие Физические Нарушения Также Прорыв Разболон Зеронского Организма Но бросить Помогать Родителям Не могу Ну Помогайте Никто Вас Не Отговаривает И Просто Напросто Из того Что я уже Наговорил Видно И понимается Что Физические Нагрузки Не повлияют На здоровье Здесь Здесь Вас Съедают Внутренние Инфекции Кноеродные Которые Там Присоединились Уже Грибковые Я хотел бы Комплексно Заняться Своим Оздоровлением Почистить Организм От паразитов Грязи Шлаком Значит Смотрите Вот Программа На Две Недели Две Недели Это Прием Керусина Полоскания Это Прием Тмина Это Использование Вот этих Вот Ван Или Душа И плюс Значит Вот эти Вот свечи Пока Это Все Пока Это Это Для того Чтобы Будем говорить Выровнять Вас Вот Из этой Вот ямы Взять А потом Уже дальше Что-то Можно Будет Другое То есть Посмотреть Что там С вас Выделяется Как там Выделяетесь Как самочувствие После Всего Это То есть Ежедневный Должен быть Отчет Фото И кратко Там Чик 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 Или хотя бы Там раз В три дня Но Расписано Ваше Самочувствие Что вы Делали И Как бы Сказать Фотографии Языка Выхода Что с вас Там выходило Так Смотрел Ваше видео По голоданию Которое Говорится О необходимости Подготовки К длительным Голодокам Видите Тут Подготовка Совсем Другая Это не то Что вы Сейчас Начнете Голодать И вы Думаете Что все У вас Получится Если Человек Вот смотрите В данном Случай Начнет Голодать С него Как полезет Вот это Вот Вся Это Бяка Кака Что Это будет Очень тяжело Не хочу Сказать Что Это нельзя Выдержать Это можно Выдержать Но Могут Быть Настолько Сильные И непонятные Осложнения Что Человек Просто Напросто Может Запаниковать Как В случае С Эдуардом Растраг Бах Что Мы там Печень Прочищали Вроде Начали А Вылез Грибок И еще Как Вылез Поэтому То Что я Сказал Вот это Подготовки Прошу Вашего совета С чего Начать В какой Последовательности Я уже Сказал И какие Численные Порцелы Лучше всего Делать Учитывая Особенности Имеющих Заболевания Жив Работы Значит Вот теперь Я Говорю Чтобы Было Ясно И понятно Полощем Горло Керосином Принимаем Горло Керосином Два Раза В день Утром И вечером Примерно Одна Треть Чайной Ложки И полощем Минут Так Три Пять Хорошенько Потом Выплевываем Все В течении Семи Дней Ну по крайней мере Начали Грубо говоря Человек Только раз И высылает Все нормально Все нормально О слушайте У меня там Что-то Начинает Горло Раздражаться Сильно Значит Вот тут Говорим Ага А тут Отставить Пока Это Либо Одну Каплю Использовать Видите Зачем Нужен Так Сознать Врач По-настоящему Если это Врач Он ведет Больного По пути Исцеления Значит Первое Я сказал Второе Тмин По пол чайной Ложечки Тмина Две недели Как с пушки Раз Далее Идут Значит Прогревающие Ванны Через День Пускай Там Через Два Стирание В тело Левого масла Плюс Значит Это самое Свечи То есть Вот это Вот программа На первые Две Недели По которым Далее Будем Судить По тому Что там Приходит По вашему Языку По вашему Самочувствию Потому что С вас Выходит Вот Будем Судить Что Че Как И далее Какой тип Голодания Лучше Выбрать Классический И Голодать Сколько Смогу Но На регулярной Основе Нет А вот тут Голодания Не надо В данном Случа Его Не следует Или Возможно Мне подойдет Каскадное Голодание Нет Требуется Изначально Сделать Дополнительные Анализы Или Обследования Анализы Обследования Вот это То Что Будет Высылаться Я буду Смотреть То есть Анализы Обследования То есть Вот Раньше Настоящие Лекари Там Целители Врачи Общей Там Практики Они Были Настолько Подготовлены Что Они По внешнему Виду По самочувствию Ну Как я Вот это Прочитал Потом Что Выходит Из Человека Язык Там Склеры Кожа Там И прочее Они Уже Судили Что С Человеком Происходит Поэтому Лично Мне Особо Не Нужны На данном Этапе Мне Уже Ясно Надо Вот этот Ветер Который Выматывает Организм Сухость И холод И Он Надо Погасить Как Можно Скорее Да Мы Не Коснулись Питания А вот Теперь Что касается Питания То смотрите Что Использовать Сладости Будут Подпитывать Вот Все Бяки Бяки Каки Значит Здесь Будут Использоваться Да И дрожжевой хлеб Вот желательно Тоже Убрать Значит Делайте Следующим Образом Можно Грубо говоря Там С утра Кислое молоко Пить Не молоко А вот Кислое молоко Кислое Да Просто Кваша Далее Использовать Каши Отвариваете Каши С топленым Маслом Лучше всего С топленым Маслом Немножечко Соли И кушайте Жидкости До еды Вот Жидкости Какой-нибудь Травяной Чайок С медом Не старайтесь Там Бурхатить Много Меда А вот Значит Кашки Вы можете Вот Два Три Раза Значит В день Ее съедать Довольно Таким Солидно Плюс Плюс Готовить себе Тушеные Овощи И постараться Делать так Значит Вы чаек Травяной Выпили Ну там Какой-нибудь Грубо говоря Смотрите Очень хороший Будет Чаек Это Имбирно Лимонный С мятой То есть Корень Имбиря Так Постружили Немножечко Значит Лимончика Там Отрезали Немножечко Значит Мяты Травки Туда Мросили И примерно Все это Залили Там Ну пускай Там Литром Залили Кипятка Настояли Знаете Вот есть Так С такой Спомпой Или как Там Этот Самый Раз Немножечко И перед Этим Выпили Что Это Будет Во-первых Имбирь Будет Усиливать И иммунные Процессы И способствует Тому Что У вас Будет Лучше Пищеварение Как бы Немножечко Добавляет Силы Энергии А после Съедаете Либо Кашку Хорошо Разваренную С топленым маслом Посоленную Либо же После него Вот Вы Молодую Картошечку Тоже Значит Отварную Скушали Либо же Делаете Вот знаете Вот такое Интересное Блюдо Джипсандал Это Разного Рода Кабачки Там Морковка Там Еще Там Что-то Такое Все это Обжаривается В своем Собственном Соку То есть Это Тушеные Овощи Там Пускай Капусточки Немножечко И так далее И вот Это Съедаете Для чего Вы это Делаете Вы это Делаете Для того Чтобы Уравновесить Ветер Нормализовать Пищеварение И Устранить Вот эти Все Разного Рода Бродильные Вот эти Вот Все эти Процессы В организме Опять Таки Тут Желательно Я с утра Это съел Я с утра То съел Вечером Я то То съел На следующий день Повторяете То есть Что там Вы ели Потому что Очень часто Люди не понимают Они думают Что питаются Нормально А там Юкорный Бабай Можно Значит Отварные Яйца Смятку Будет Есть В качестве Белковой Пищи Ну там Отварное Мясцо Опять Так С тушеными Овощами Ну короче Это все Когда Высылается Смотришь И говоришь Так вот Тут правильно Тут правильно А вот тут Слушает А тут Тут косяк Поэтому Никаких Дополнительных Обследований И Ководаний Не надо Не надо В данном Случае Не надо Это делать Надо Вот это А потом Посмотрим Так же Хотелось бы Уделить большое Внимание Ментально Мы здоровы И свои Жизненные Энергии Ментальное Здоровье Вот Ментально Читайте Мои стихи У меня Есть Как Творческий Вечер Поэтический Где Я читаю Свои стихи Чтоб у вас В голове Крутились Вот эти Вот вещи Все Такие Положительные Особенно Стихи Чтоб вы На все Смотрели Как На то Что Это Чему-то Хочет Вас Научить А не то Что вы Сделали Какой-то Косяк Ошибку Досадно Ой-ой-ой-ой Знаете Я вот сейчас Общаюсь Со своим Знакомым Я его Постарше Мы вместе Выросли В одном Доме Соседями Были Потом Разошлись Потом Грубо говоря Вот Встретились Через Много Лет Он Ну Несколько Такой Напористый Знающий Человек И так Далее И мы Иногда С ним Бывает Спорим На Разные Темы И вот Он Заводится Он Заводится А я Чувствую Несмотря На то Что Могут Быть Там Даже Какие-то Оскорбительные Вещи Высказывания И так далее А я Ко всему Этому Спокойно Отношусь И я Знаете Этому Рад Что Спокойно Воспринимаем Потому что У меня Уменье Своё Мнение На основании Которого Я действую И рассуждаю И я Просто Ну Поделился Поделился Понял Понял Не понял Не понял Ну и ладно Вот То есть Это тоже Это тоже Может Жизненная энергия Все это делается Кстати Вы заметили Жизненная энергия Потенциал у меня Растет или нет Отметите Пожалуйста Отдельным Комментарием Так Сложные отношения Мне с мамой Наложили большой отпечаток На мою жизнь Да Самые Самые Большие Учителя Это Наши Ближние Наши Родители С ними Довольно таки Сложно У них уже Сложено Своё Мировоззрение На которое Повылиять Очень трудно И так далее Но тем не менее Можно Можно Своим Собственным Примером Это знаете Особо Их не тяните За собой Вот Вы показали То есть Пятое Десятое Третье Двадцатого Потому что Лично Моя Мама Вырезала Желчный Пузырь Хотя Его можно было Давным-давно Там сократить И так далее То есть Ничего Не спрашивали У меня Что и как Сестра То же самое Сделали Операцию И Тихонько И мне не рассказывают Чтоб я Как бы Сказать Их там Не поругал И так далее Люди Не хотят Думать Они Не хотят Заморачиваться На что-то Знаете Такое Что требует В первую очередь Умственных усилий А во вторую очередь Это умственные усилия Должны Привести к тому Что вы Организуете Свою собственную жизнь Организуете Своё собственное Здоровление Сейчас Дмитрию Надо будет Организовать Своё собственное Оздоровление Для того Чтобы выжить А чтобы Он не сожрала Вот эта Гноеродная инфекция Для этого Надо какую-то Волю Талант Что-то Ну что-то Такое Приложить И причём Знаете Вот для Вот этой Организации Вот смотрите Одно дело Пойти на голодание Когда человек Идёт на голодание И всё Там знаете Все эти ближние И так далее Они будут говорить Что ты голодаешь Нам надо там Помогать Нам ещё А ты тут Ты тут Эгоист Только на тебя Всё это Внимание То-сё Пятое-десятое Или там Тебе вот такое Там питание Сыроедческое Ну короче Мозг Вынесут Тут же Несколько иное Я ещё С этих позиций Подхожу Чтобы человеку Было мягко Во всё это Войти И в то же время Чтобы это Принесло Максимальную Пользу Именно В этом Случай Голод Не сработает За две недели Так как это А вот это Вот может сработать Великолепно Ну посмотрим Как там Дмитрий Всё это Отнесётся К всему этому Так У меня Пессимическое Мировоззрение Нахожусь в состоянии Постоянного Стресса Нервоза И унитин Это как раз Следствие Перевозбуждённого Жизненного Принципа Ветра В организме Сухость и холод Которые Влияют На все наши Процессы мышления На все наши Процессы Жизнеобеспечения Они вот так вот действуют Трудно расслабиться Да он вот так вот Напряжён Видите Расслабиться А для того чтобы Расслабиться Как раз что у нас Вода и масло Тёплая вода Не зря я говорю Преобладает Негативное мышление Что касается Негативного мышления Я так скажу Я у вас есть Я у вас есть Позитив Кусок Позитива Позитива Который Столько потратил Времени Выкладывая В свои стихи Практически Каждый день Я начинаю С стихотворения Плюс остальное Плюс вот эти Занятия Эмоциональной Гимнастики Это же Для чего Это делается Не зря я вам говорю Вы не умеете Пользоваться Каналом На этом канале Вы заходите И вот Делаете То что вам надо Вы тут допустим Ага Получили Эмоциональную Вот за счет Гимнастики Эмоциональной Вы получили Такую подпитку Такое вдохновение Бодрячок Там Допустим Ага Что касается Питания Целебную кулинарию Там До этого Посмотрели Что там надо Сделали Там Опа Сделали завтрак Там На основе Проросшей пшенички Водные там Процедуры Ага Прочитали еще Там Мои эти Стихи Образно-волевой Настрой Вы видели Как я занимаюсь Как я там Хожу Что там Делаю Уже Как-то Это Одно Вообще Слушание Меня Так как Я сейчас Нахожусь В своеобразном Потоке В своеобразной Энергетике Уже Это Слушание Будет Действовать На вас Оздоравливающие Вдохновляющие Возвышающие И побуждающие Я же на этом Канале Моя задача Возвысить Тех людей Которые Сюда Приходят Я их Возвышаю Они Унитавим Говорят Ну ты там Такой Секой Этак Я вас Возвышаю Ну не хочу Сказать Что принижаю Там себя Но я стараюсь Вас возвысить И вы Возвышаетесь Ну почитайте Мои же стихи Я Мера Мироздания Когда с вами Сам Бог Говорит Что ты И я Две меры Этой красоты А мы Настолько Испохабили Свою собственную Жизнь Что нам Уже не интересно Жить Жизнь Становится Проклять Вместо Жидости Вы чувствуете Энергетика Вы чувствуете Где вы Находитесь В конце Концов Так Можете Дать направление В котором Необходимо Двигаться Как перестроиться Ну вот Я с вами Очень много Поговорил И Далее 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 Вот Начнем По работам С вами Значит Отчетики О самочувствии Кратко Самочувствии Язык Сфотографировали Сходили Стул Какой-то Непонятный Или понятный Вы думаете Что это все Понятно Сфотографируйте Я вам скажу Это Это нормальный Стул Или это Ненормальный Там стул Еще там Что там Приснилось Что там Еще там Было И так далее Знаете Все это Все это Легко и просто Делается И так Ниже Мои фотографии Попытаюсь Коротко Написать Возможно Очень сумбурно Буду признатен За обратную Связь Ну что касается Фотографии Я вот смотрю Да нормальная Вот костяк Нормальный У человека Нормальный Костяк Нормальная Все это Основа Знаете Ну вот Когда Знаете Вот я Сравнусь Машины Когда Богатая Красивая Машина Но за мной Не ухаживают И она Превращается В какую-то Развалюху Ну вы Тоже можете Если знаете Вы можете Сделать Знаете И ехать И наслаждаться То есть Вот Наше тело Как машина Вы можете Сделать Она будет Работать Все будет Супер Дупер И тоже Можно Так запустить И по Неграмотности Или отдать Там Каким Допустим Этот Самый Техникам В сервис Что они Ухандохают Что и происходит Кто Ухандохает Ну Я думаю Понимаете Так что Дима Пиши Делай И все Будет Как по Маслу Техникам Техникам